Поздравляю вас сегодня с День защиты детей. Это главный праздник. Отношение к детству женщинам и старикам определяет социальную сущность власти и государства. Наша партия всегда ставила это в первую очередь, начиная от планов УРО и НЭПа, кончая самыми лучшими здравницами, которые были созданы в истории человечества. Будь то Артек или целая система, связанная с созданием Советской Пионерской Республики. Я хочу вас не просто поздравить, заявить сегодня 11 тысяч наших депутатов. Все посетят детские учебные заведения, посмотрят, как работают детские поликлиники, как обеспечены наши дети, которые испытывают сегодня большие трудности, прежде всего в многодетных семьях. Сегодня опубликовано в правде и в Советской России мое открытое письмо президенту страны. Открытое письмо предполагает, что в любом случае придется на него ответить, а если не захотят отвечать, это означает сказать нечего. Я думаю, есть что сказать президенту, потому что за последнее время мы прослушали его послание. В Думе выступил Святейший Патриарх за ее о том, что без высокой нравственности и духовности нам не преодолеть кризис. И довольно обстоятельно отчитывалось правительством во главе с Мишустиной. Но это письмо еще связано с тем, что предстоят встречи очень ответственные у президента нашей страны с президентом Шамп. Хочу напомнить, что в этом году исполняется 30 лет со дня того предательского зарушения нашей страны, за который последовал распад великой советской державы. Было принято и проведено всего три встречи. Начиналась она та же в Женеве, как и сегодняшняя встреча. Потом был Рейхиявик. И на Мальте Горбачев вместе с своими подельниками сдали страну, сдали полностью, без оговорок. И в результате мы сегодня у разбитого корыта пятый раз за эти 30 лет корчимся в системном кризисе. На мой взгляд, надо сделать и Путину, и Совету безопасности, и правительству, и Думы соответствующие выводы из той трагедии. Но тогда было принято всего четыре закона, которые реализовывали это предательство, и за которыми последовал коллапс в экономике и социальной сфере. Первый закон, точнее декларация о том, что суверенитет Российской Федерации высшесоюзный, это означало разлом нашей страны, лом, который ломал не только границы и души, который породил миллионы беженцев и паралич целых отраслей производства. Вторым и третьим законом, они были подготовлены за рубежом, были законы о свободе торговли и свободе цен. Свобода цен парализовала тысячи предприятий и уничтожила 80 тысяч производств. Свобода торговли, по сути дела, вытеснила отечественные товары и заполнила рынок иногда абсолютно непотребными чужими и промышленными, и продовольственными товарами. И еще был принят закон под диктовку иностранных царушников, когда к Чубайсу приехало полсотни тех, кто торговал Латинской Америкой, и они своей рукой поставили цены всем нашим предприятиям, продав их меньше 3% реальной стоимости. Сегодня Михалков в своем безогоне прекрасно об этом рассказывает, но надо делать не рассказывать, а делать выводы. В Думе лежат материалы расследования того, не виданного преступления, но партия власти так и не рискнула их рассмотреть. В письме об этом подробно сказано и требуется, исходя из внутренних проблем, срочно принять решение, прежде всего, изменить курс. Юрий Вячеславович работает в этом направлении со всеми регионами. Пожалуйста. Наша партия готовится к проведению второго этапа съезда. Съезда, на котором мы выдвинем свои кандидатов по одномандатным избирательным округам, по партийным спискам, сформируем команду и предложим программу развития нашей страны. Мы провели в течение этих месяцев серьезное обсуждение кандидатур со всеми нашими почти 14 тысячами первичных партийных организаций, с общественными организациями, с союзниками. Более 100 организаций входят в штаб протестных действий, и наше движение за сильную, справедливую социалистическую родину развивается и ширится. Мы в своих списках и среди кандидатов видим беспартийных тех людей, которые вместе с нами готовы идти и менять курс. И действительно, вот это вот наше сегодняшнее обращение, с которым выступил Геннадий Андреевич Зюганов, оно исходит от народа. Народ понимает, что без изменений курса развитие страны невозможно. И для КПРФ очень важно выполнить наказ населения. КПРФ является единственной реальной альтернативой действующей власти, у которой есть команда, есть программа, и которая может взять на себя ответственность за развитие страны. Опыт красных губернаторов, опыт народных предприятий показывает, что КПРФ – это партия созидания. С другой стороны, мы очевидно видим, что идет усиление давления на наш партийный актив. Идет преследование наших товарищей Владимира Бессонова, Андрея Левченко, Сергея Удальцова, Николая Платошкина. Активистов на местах, которые выходят на мирные митинги, демонстрации, проводят праздничные мероприятия, а власть, боясь слова правды и слова народа, прибегает к репрессивным мерам. Вчера началось судилище против наших товарищей в Мурманской области, первого секторя Артура Попова, Геннадия Степахнова, руководителя нашей фракции. Мы обязательно защитим наших товарищей, но в обращении, которое представлено на суд населения нашей страны, четко Геннадий Андреевич Зюганов обозначил необходимость реального диалога и реальной конкуренции, а не полицейшенные давления. Наша партия готовится к избирательной кампании. Мы поставили задачу вывести на каждый избирательный участок не менее трех-пяти наблюдателей, чтобы обеспечить чистоту и прозрачность выборов. Иначе, если власть попытается методом административных манипулирований сделать нужный результат, сценарий развития событий может быть самый непредсказуемый, потому что прозападные силы ждут только этого развития событий. КПРФ предлагает реальную альтернативу. У КПРФ есть команда, и с этой командой мы пойдем на избирательную кампанию. Мы подготовили программу «10 шагов достойной жизни» в развитии решений первого этапа съезда. Над этими материалами и документами активно работает мой заместитель Новиков. Пожалуйста, Митрий. Уважаемые коллеги, сегодня в газетах «Правда» и «Советская Россия» опубликовано открытое письмо Геннадия Андреевича Зюганова на имя президента страны. Оно также размещено на интернет-ресурсах партии. И в ближайшее время наши информационные службы, наши местные региональные партийные отделения сделают максимум возможного для того, чтобы содержание этого письма было известно как можно шире, на то это и открытое письмо. У него есть свое название. Название документа таково – «Выполнить волю народа, сменить курс». По сути, в этом заголовке отражается главный смысл, главное назначение этого документа. И есть ответ на вопрос, почему он появился именно сегодня. На фоне тех самых нарастающих внешних угроз, о которых говорят сегодня все, включая пропагандистский аппарат партии власти, исключительно важно понимать то, за счет чего этим угрозам можно противостоять. Лидер КПРФ наглядно это показывает и говорит, что для противостояния внешнему давлению прежде всего нужно навести порядок в своем доме, нужно коренным образом изменить социальную и экономическую политику и политику в сфере духовности, нравственности и культуры. Если социально-экономическим вопросам посвящена первая половина, середина документа, то вторая половина как раз говорит о неприемлемости информационной войны против собственного народа в виде антикоммунизма, антисоветизма и русофобии. Есть вторая причина, почему этот документ появился именно сейчас, а не вчера и не завтра. Россия уже в ближайшие недели в полной мере вкатится в парламентскую избирательную кампанию. Давайте не будем забывать, что в прошлом году мы все так активно обсуждали необходимость изменений в Конституцию. Да, эта конституционная реформа не была полноценной. Да, дискуссия была скомканной. Именно в силу недореформы Компартия России не посчитала возможным поддержать тот пакет поправок, который вносился на так называемые общенародные голосования, тем более, что это не был референдум. Но никто, ни одна политическая сила в России не сказала, что Конституция это неважный документ, что не нужно серьезно относиться к конституционным нормам и не надо их соблюдать. Извините, но мы хотим напомнить, что и выборы парламентские, и выборы президентские – это то, что предусмотрено Конституцией Российской Федерации. Тогда давайте относиться очень серьезно к этому этапу в жизни страны. И лидер Компартии России еще раз, в очередной раз призывает и убеждает всех превращать это не в политтехнологию, не в манипуляцию, не в выжимание желательного кому-то результата, а в полноценный диалог, полноценный разговор о путях вывода России из кризиса. Когда этот диалог вести еще в другое время? Когда нет выборов, вы объясняете, что вы чиновники очень заняты. Тогда давайте избирательную кампанию хотя бы использовать для такого национального полномасштабного диалога. Третья причина, я уже сказал, Геннадий Андреевич, нужно помнить уроки истории. Ровно в этом году исполняется 30 лет с момента разрушения Советского Союза. Это печальная дата, но она не может быть для нас проходной. Она должна послужить основанием для анализа текущей ситуации и для того, чтобы прежние ошибки не были повторены. Ну и, наконец, можно выделить и четвертый момент. Он не является фундаментальным, но тем не менее, то, что этот документ появляется накануне встречи президента России и президента США, тоже имеет значение. И Геннадий Андреевич не случайно вспоминал про Женеву, про Олейкрявик, про Мальту. Если эти переговоры пройдут в ключе мюнхенской речи, это одна ситуация. Если будет желание сбавить внешнее давление за счет каких-то других решений, это может завести в тупик. Об этом тоже в самом начале открытого письма сказано. В целом, самое главное достоинство этого документа состоит в том, что каждый тезис, а главный тезис – это необходимая смена курса, подкреплен тем документальным, цифровым и фонтологическим материалом, который является неубиваемым. Против него аргументов нет. Поэтому мы считаем, что нужно садиться всем политическим силам за стол переговоров и договориться о честных, правильных, грамотных, достойных правилах игры в период избирательной кампании, чтобы она помогла стране выйти из кризиса. Вчера была встреча с статс-секретарями, все министерства, ведомства были представлены, руководители комитетов тоже участвовали в этом. Я выступая особо подчеркнул, что надо реально оценивать обстановку и все сделать для того, чтобы мирно, демократично выйти из сложного кризиса. И еще раз предложил пакет наших законов и потребовал, чтобы власть отреагировала на то, что продолжается судилище над нашим активом, продолжаются нападки на ведущие предприятия. Сегодня будет очередная встреча на эту тему. Пожалуйста, Ющенко. Сегодня, уважаемые коллеги, мы приглашаем вас сегодня в 14.00 в холл фракции, где будет проведен брифинг с участием председателя партии и ведущих наших представителей, которые занимаются в том числе противодействием политических репрессий. Юрий Синельщиков у нас возглавляет этот комитет. Мы более подробно раскроем тему открытого письма, которое было сегодня представлено, подготовки к выбору и, конечно же, тему политических репрессий, которая сегодня проходила по всей стране. Приглашаем вас в 14.00 в холл нашей фракции. Своё открытое письмо я сегодня направлю в специальные почты президенту, всем членам Совета Безопасности, всем членам правительства, губернаторам, руководителям законодательств собраний, всем судьям, которые определяют температуру на этом поприще. И надеюсь, что они дадут вразумительный ответ. Вам всем желаем успех. Редактор субтитров А.Семкин